Приветствую вас, Михаил. Сразу хотел бы сказать, что есть ошибка в том, что вы пишете, в том как вы пишете свой вопрос, потому что заставить себя захотеть, вот то, что вы пытаетесь заставить себя захотеть, или то, что вы хотите заставить себя захотеть, или то, что вы ищете, как заставить себя захотеть. Вот этот вопрос, он уже заранее заведомо, заранее ложным, потому что, если человек тебя заставляет, то он априори не хочет. То есть это вот взаимоисключающие понятия. Но когда я хочу, я себя не заставляю, когда я себя заставляю, я не хочу. Понятно, что есть, так сказать, усилия воли необходимы, которые нужны, но в целом заставлять себя, значит подавлять свое хочу. Примечательно, что вы, задавая свой вопрос, вот так как вы его задаете, примечательно, что задавая свой вопрос, вы в общем-то в самом тексте не особо раскрываете его суть. То есть по сути вы описываете просто свою жизнь, вы описываете свою среду, свою бытовую среду и свою работу, свои отношения в семье и прочее, прочее, прочее. Где, в общем-то, вырисовывается картина, достаточно нерадостная, да, что вы работаете, вам платят с задержками, ищите работу, но без энтузиазма. А почему, Михаил, вы ищите работу без энтузиазма? Вы видите, что ваша жена и ваша дочь живут в нищете, вы видите, что ребенок пишет, что говорит, что вы живете бедно. Почему нет энтузиазма? То есть как бы для вас ребенок, значит, ну, ребенок не важен для вас, получается, или как? То есть вот с этим нужно разбираться. Понимаете, энтузиазм и желание что-либо делать, да, втекает из понимания смысла, из лично вашего понимания смысла, из лично важного ценностного наполнения того, что вы делаете, и того, как вы делаете. Понимаете, какая штука. И если для вас то, что вы делаете, ценностного наполнения не несет, то вы не будете хотеть ничего делать. И здесь, понимаете, это ведь не просто такая вот случайность, да, что вы себя заставляете все делать, да, работать там и так далее. Это ведь не просто случайность. Это определенный подход к жизни. Вот. Это определенные отношения к себе. Например, заниженная самооценка, вследствие которой вы считаете, что вам могут платить за девочку. Вот. Это отсутствие любви в себе, отсутствие принятия в себя, в своих чувствах, в своих желаниях. Вследствие чего вы не можете подарить любовь жене и ребенку. И вследствие этого вас не мотивирует их благосостояние. Вас не мотивирует ответственность, которую вы взяли на себя за них. Ведь эти люди зависят от вас. А ваши дети зависят от вас. Но вы как будто бы этого не сознаете в полной мере. Почему? Опять же, почему, да? Потому что вы отвечаете на этот вопрос на самом деле, а вы отвечаете на него в конце. Что есть увлечение, но мозг мысли об этом сразу обрывает ввиду неприбыльности. По какой причине, Михаил, вы считаете, что самое главное вот то, что, ну, то, что определяет человеческое действие является прибыльным? То есть, вы сейчас, вот сейчас, да, на данный момент, вы работаете, как бы, там, где неприбыльно. Вы говорите, что вы ищите работу. То есть, по сути, вы хотите опять, ну, повторять, повторить опыт, да? То есть, опять на эту работу где-то, и там надо. Ну, если у вас есть увлечение, если у вас работа, которая худо бедно вас кормит. Так что не вариант ли, не искать работу, а развивать свои увлечения. Понимаете? Но, 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 но вами что-то движет. Вы себя заставляете. Понимаете, вы себя заставляете, вы постоянно себя пересиливаете. И вот вся суть вашей работы с психологом заключается в том, чтобы перестать себя заставлять. Чтобы освободиться от чрезмерного заставления себя. Чтобы увидеть, кто вас заставляет поступать. Почему вы себя заставляете поступать. Да? И что вы хотите. По итогу. Вы не найдете свое призвание, если не будете реализовывать свое увлечение. Если вы не найдете свое призвание, если любая мысль об увлечениях будет обрубаться представлениями об их неприбыльности. Это нормально. Здесь снова противоречие. Понимаете? Дальше. Доброго всем дня. Пишите вы, мне 30 лет. Куча дел висит. На работе платят за дверчиками. Ищу работу, но без энтенциазма. Из этого не могу найти уже 4 месяца. Но об этом я сказал. Кроме того, что висит куча дел. Да? Дел каких? То есть, что вы думаете по поводу этих дел. Какие у вас в смысле? Ну, по поводу этих дел. Дальше. В семье два ребенка. Вот опять же. Цельсообразность. То есть, какова целесообразность рождения двоих детей для вас. Очень было бы здорово, если бы вы этот момент пояснили. Отношения с женой напряженные. Нужно исследовать, анализировать, корректировать, гармонизировать ваши отношения. Зарабатываю недостаточно, плюс задержки до трех недель. По какой причине? Недостаточно, чтобы что. Здесь идет оценка. Зарплата хватает от и то, да и то иногда приходится залезать в долг, в долг. А как выбирать работу? Ну, то есть, вы же выбирали как-то работу, да? Вы же заводили детей. Как это все происходило? Насколько сознательно был реализован этот процесс? Дальше. Жена говорит, что мы живем в нищете. Очень важный контекст, в котором она это говорит. Недавно дочка показывает домашний спектакль. Приглада на нашу модель со словами жили они бедно. Ну, это вот именно, знаете, такая неудовлетворенность. Это непринятие этой ситуации. Дело не в том, бедно живут люди или богато. Это всегда очень субъективная история. А дело в том, как они относятся к тому, как они живут. Вы относитесь негативно, вы относитесь негативно, вы относитесь негативно, из-за этого ребенок это чувствует. Вам может быть имеет смысл, например, принять, что вы, как вы живете. Учиться видеть хорошее, учиться видеть позитив, да? И учиться находить возможности и заботиться о себе даже в этом случае. Потому что я уверен, что вы живете, ну раз у вас двое детей, то что вы живете не за грани бедности. У жены постоянные ссоры с матерью, которые они постоянно вовлекают меня. Это уже ваша позиция жертвы, потому что вы вовлекаетесь со своей вторичной целью. То есть вы получаете что-то от этого. Если бы вы не хотели, вас бы никто вовлечь не смог. Это позиция жертвы. И если вы не несете за себя ответственности, не несете ответственности за то, что вовлекает нас в ссору. То есть вы не говорите, я вовлекаю ссору, потому что вы говорите, что это они вовлекают меня в ссору. Очень деструктивная позиция. Сегодня сорвался на обеих после того, как жена сказала, что не даст общаться с внуками, а ее мама пригласила попадать в суд и лечить нас родительских прав. А почему вы сорвались? Как бы вы тут здесь вообще при чем? Не могу найти свое призмание, так что про это я уже говорил. Значит, тоска наваливается, это опять же связано с тем, что вы себя подавляете. В целом, такая картина, Михаил. Что вам здесь можно порекомендовать? Только то, что я сказал. Плюс желательно, конечно, провести несколько бесед. Хотя бы три беседы, хотя бы три беседы провести. Вот. Проанализировать то, что, ну вообще вот. Собрать информацию, выразить ее, высказать ее, чтобы сами ее выразили, выразили. Так что, вытащили, повертили в руках, посмотрели. Вот. Ну и дальше будет уже видно. Возможно, вам с женой имеет смысл обратиться к психологу обоим и получить семейную консультацию. Ну вот. Я, в принципе, могу вам такую услугу оказать, если у вас будет желание. Вот. Так вот. Что в целом, одним вопросом и одним ответом здесь ситуация не решится. То есть, требует все-таки более регулярное, более вдумчивое, более такое, акцентрированное на вас и на жене взаимодействие. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. COVID-19